Допустим, информация в сказках осталась. Иван-дурак упал в колодец и попал в какой-то подводный мир. И, в общем-то, там дышал. Он там не с жабрами был. И вроде как под водой, и вроде и дышит, и там нормально действует. И люди там немножко другие, но он с ними общается. Это люди, человекоподобные живые существа, своя цивилизация. Или, допустим, в огненный мир попал в огонь и не сгорел, а попал в какое-то странное место, какая-то цивилизация, своя природа. Или люди бывают в лес, заходят в какую-то пещеру и попадают в другой мир. В другой абсолютный мир. И на Земле существует очень много таких ворот, но в материальные миры. В материальные параллельные измерения или в миры, которые находятся... Если вот мы с вами, допустим, люди трехмерного восприятия, мы думаем, что до Венеры очень далеко. Но здесь прямо на Земле можно попасть на Венеру мгновенно, войдя в этот коридор. И эти места ведическая литература зашифрованно обозначает по всей нашей планете. Где, куда, в какую пещеру, как войти. И живые существа, имеющие ключи. А чтобы получить ключ, нужно получить посвящение у Духовного Учителя. А Духовный Учитель появляется только тогда, когда человек созревает нравственно. А когда человек не созревает нравственно, то даже и мечтать об этом он не может. То есть смотрите, как все защищено идеально. Вы меняетесь, по-настоящему меняетесь. Только тогда вы получаете Духовного Учителя. Вы строго следуете его указаниям, и только тогда получаете посвящение. Первое, второе. И только тогда можете каким-то образом узнать, как, где, что. Но без этого бессмысленно. Никакими науками люди практически не могут этого сделать. Это знание оберегается.